Всем привет! В этом видео я хочу вам показать очень быстрый макияж, который я крашу, когда куда-то тороплюсь, буквально за 5 минут. И начинаю я обычно с бровей, крашу я их помадкой от Anastasia Beverly Hills. На самом деле это самый быстрый и удобный для меня способ, у каждого он свой, но как по мне помадка дольше всего держится, легче всего наносится и растушевывается. Спустя несколько лет использования этой помадки я наловчилась красить брови буквально за 40 секунд. Кстати говоря, я специально озвучиваю это видео за кадром, чтобы во время процесса нанесения макияжа как можно меньше тратить время на разговоры, и я почти его не монтировала, чтобы показать вам все в более-менее реальном времени. Брови я обычно начинаю красить с конца, и потом уже остатками краски на кисточке прорисовываю внутреннюю часть, чтобы она выглядела максимально естественно, и я не делаю это очень аккуратно, потому что потом буду подводить их еще консилером. Консилер я использую от MAC, это Pro Longwear Concealer, и с помощью синтетической кисти я подвожу брови, убираю все неровности, таким образом брови будут выглядеть четче и аккуратнее. Потом эту линию я легонько растушевываю пальцем. Вообще я не рекомендую вам пропускать этот шаг, даже если вы нарисовали брови идеально четко, идеально ровно, потому что таким образом они немного высветлятся, и все равно будут выглядеть аккуратнее. Тональную основу я наношу от Clinique Even Better Glow. Начало маленькими мазками наношу на все лицо, а потом растушевываю это скошенной кистью. На самом деле это самый быстрый вариант, я также люблю растушевывать тональник Beauty Blender, но это занимает чуть больше времени, а эта кисточка все очень быстро, хорошо и красиво, равномерно растушевывает. Я очень люблю этот тональник, потому что он оставляет достаточно естественное сияние за собой, не матирует кожу, что может быть плохо, если она у вас достаточно жирная, но в целом выглядит естественно и не особо вредит вашей коже. Далее я наношу консилер, потому что он действительно высветляет область под глазами, выравнивает тон лица, освежает взгляд, и я чаще всего наношу его под глаза, немножко на нос, и для равномерности, для баланса, на подбородок и чуть-чуть на лоб. В данном случае я растушевываю пальцем, потому что это тоже достаточно быстро, теплота пальцев смягчает продукт, и он наносится и смешивается гораздо быстрее с тональником. И использую я тот же самый консилер, которым подводила брови, это консилер от MAC Pro Longwear, и у меня он в цвете NC20. Далее я наношу хайлайтер, это хайлайтер от Lancome, он выглядит очень-очень естественно, и главное не забывайте, что жидкий хайлайтер мы наносим перед тем, как наносить на лицо пудру, иначе они лягут комочками, что будет не очень красиво. Я наношу его на скулы, немного под бровь, немного во внутренний уголок глаза, и совсем чуть-чуть на нос и над губой. Следующий шаг точно не стоит пропускать, если вы хотите, чтобы ваш макияж держался целый день, и это нанесение пудры. Я использую пудру от Make Up For Ever, это обыкновенная прозрачная пудра, на самом деле я раньше не всегда наносила пудру, потому что считала, что моя кожа недостаточно для этого жирная, но не в зависимости от того, сухая ваша кожа жирная или комбинированная, ее обязательно надо наносить, если дальше вы собираетесь наносить сухие продукты, такие как, например, румяна или сухой корректор, потому что если вы нанесете это на липкий слой тональника, то сухой продукт ляжет комочками, ляжет неровными, и это будет очень бросаться в глаза. И дальше идет мой любимый шаг, это нанесение бронзера. Я использую бронзер Hula от Benefit и наношу его на скулы, немножко на лоб и на виски, на самом деле это очень-очень освежает взгляд, делает лицо более загорелым. Носить его лучше небольшой кистью и постоянно менять направление, то растушевывать круговыми движениями, потом справа налево и наоборот. Таким образом он будет выглядеть наиболее естественно и максимально смешается с тональной основой. Так как тени в повседневной жизни я не наношу, очень помогает открыть взгляд, и именно бронзатор, я наношу его той же самой большой кистью на виски и на века. И как вы можете заметить, бронзатор играет очень большую разницу в вашем макияже. Чтобы немного освежить лицо, я наношу румяна, это румяна от MAC, но совсем чуть-чуть смешиваю их с бронзатором. И следующий просто необходимый шаг, это тушь, я использую вот эту тушь от Lancome. Мне очень нравится, что она не только удобно наносится, но и легко смывается. Держится она весь день, и кстати говоря, если вы заметили, я также нанесла пудру на веки, потому что очень часто в течение дня у меня отпечатывается тушь на глазах, поэтому я всегда припудриваю веки, чтобы они оставались сухими на протяжении дня, и тушь не отпечатывалась. Тушь я обязательно наношу как и на верхние ресницы, так и на нижние. Ну и дальше я наношу помаду и карандаш от Kylie, это два моих любимых сочетания. Карандаш Dolce K и помада из коллекции Vacation в свете Beyer. Она имеет очень красивый розовый оттенок. Сначала я обвожу губы карандашом, и потом заполняю их внутри помадой, и обязательно я всегда промакиваю помаду о какую-то бумажку, потому что помады, особенно от Kylie, достаточно сильно сушат губы, и чтобы этого избежать, я просто беру какую-нибудь туалетную бумажку или салфеточку и просто промакиваю о нее помаду. Ну вот и все, мой образ готов. На такой макияж у меня уходит не больше 5-6 минут по утрам, когда я тороплюсь. И не забывайте, что, конечно же, все дело в технике. Если на такой макияж у вас уходит полчаса, я уверяю вас, что со временем и опытом, и у вас будет получаться сделать такой макияж за 5 минут. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok